Ом Ти Ви Юэй про Головне. Крым – это часть украинского государства. И мы не можем вмешиваться во внутренние дела другой страны. Совершенно высокомерно. Причем настолько высокомерно, что настаиваем на том, что мы один народ. Просто представьте себе вот такого агрессора. Другого такого агрессора не существует. Да, мы гордимся русской армией. Да, мы считаем, что самое ценное, что может быть в русском хозяйстве – это 10 тысяч танков, которые должны находиться на постоянном хранении и в полной боевой готовности. Это то, за что мы готовы платить. Вот что такое русский культурный код. Но вы не оставляете нам выбор. Это духовная скрепа. Это линия самоидентификации нашей нации. Все. Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. Давайте с Богом. Есть ли в русском обществе, в русской культуре запрос на консерватизм сегодня? Да, есть. Люди хотят духовной, нравственной стабильности. Хотят понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому апеллирование нашей российской власти к традиционным ценностям, к разумному здоровому консерватизму, оно находит отклик в 90% аудитории, и остальные 10, в общем-то, не откликаются исключительно из вредности. У нас сформировался за последние столетия, наверное, определенный тип такого. Значит, Россия, российское государство всегда находилось в состоянии такой осторожной обороны. Все время кто-то, по крайней мере, как нам казалось, и мы в это верим, все время кто-то на нас посягает со всех сторон, а обороняться может только тогда, успешный долг, когда ты постоянно одерживаешь победы. За последние 200 лет Запад четыре раза вторгался на территорию России. Наполеон, Крымская война, интервенция, 18-19 год, Великая Отечественная война. Четыре раза за 200 лет Россия хоть раз вторгалась хоть в одну страну Европы. Нет, не вторгалась. Истории с Прагой 68-й год, с Венгрией 56-й год. Ну, давайте, это была наша зона интересов, поэтому это совсем другое. Поэтому есть вещи, стесняться, мне кажется, ее не надо. Это особый такой дух победительности в нашей культуре. Мы крайне ревниво относимся к любым посягательствам на суверенитет. Любым. Мы крайне болезненно реагируем на тогда, когда пытаются решать за нас и играть на нашей поляне. Мне кажется, как в историческом ракурсе, вот такой примерно, в хорошем смысле слова, культурный комплекс был в свое время у граждан Древнего Рима. Понимаете, которые считали, что Рим может проиграть сражение, но Рим не может проиграть войну. Меня давно, как бы, нервирует, хотел сказать, бесит вот это увлечение молодежи рэпом, но когда я, современной городской молодежи, но когда я пытаюсь погрузиться в это дело внимательнее, пообщаюсь с сыном, послушаю, что он там слушает и почитаю, у меня начинает сказываться ощущение, что через некоторое время мы будем говорить, что рэп это русское искусство, ну, конечно, где-то там зародилось в Америке, но развитие получило, конечно, у нас в основном. Вот я, например, рассказал сыну, что первый рэпер это Маяковский, вот он теперь в классе это всем пересказал, они читают Маяковского, согласились с этим. Наша культура очень дружелюбна, она очень открыта, и это вообще черта нашего многонационального народа. Она очень терпима, и вот здесь, кстати, хорошая черта русской православной традиции, вы знаете, что православная традиция обязывает мягко относиться к чужому мнению, нетерпимо относиться к своим грехам, снисходительно к чужим. У нас такая была Российская империя, да и Советский Союз, такая была империя наоборот всегда. Можем об этом поговорить. Я хотел сказать о некоторых чертах, которые, на мой взгляд, появились в нашей культуре, очень важных чертах, которые появились или возродились, воссоздали в нашей культуре за последние 25 лет, 25-30 лет, и они очень важны. Во-первых, помимо запроса на консерватизм, это реальный, растущий запрос общества на личные свободы. Он с оговоркой, что мы признаем сильную особую роль государства, но я думаю, что это пока с оговоркой. Пока. Этот запрос на безусловность личных свобод будет расти. Меня это очень радует, потому что, на мой взгляд, этот запрос на личные свободы – это то, что позволило нам потом в свои годы присоединить все, что за Уралом. Это шли свободные люди к Тихому океану. То, что позволило России неимоверно вырасти. Как бы не хотелось некоторым людям верить в данные имперской, а после советской исторической науки, о чуть ли не добровольном присоединении сибирских народов к России, они имеют мало общего с реальными фактами. В ходе присоединения Сибири преобладало все же не мирное и добровольное вхождение, а открытое – завоевание, сопровождавшееся вооруженной борьбой русских с сибирскими, как их тогда называли, инородцами. При этом отчетливо видно, что степень сопротивления и ожесточенности аборигенов повышалась с запада на восток, обратно пропорционально уровню их социально-экономического развития. И наиболее бескомпромиссную борьбу с русскими, точнее московскими, вели как раз самые дикие племена – чукчи. Подчинение этих племен, растянувшиеся со второй половины XVII века до второй половины XVIII, представляет собой одну из самых трагических и кровавых страниц истории колонизации Сибири. Коряков и Тельменов в конечном счете удалось объясачить, обложить натуральным налогом и привести в покорность. Чукчей же подчинить так и не удалось. С чукчами русские познакомились еще в середине XVII века в низовьях рек Колыма и Анадырь. Первые же встречи ознаменовались вооруженными столкновениями, и в последующем отношения с чукчами были исключительно враждебными, поскольку они не только отказывались идти в подданство и платить ясак – налог, но и вели против русских активные боевые действия. К началу XVIII века численность чукчей составляла 8-9 тысяч человек. Занимаясь охотой, оленеводством и морским промыслом, чукчи не вышли из каменного века. Деревянные, каменные и костяные орудия только в XVIII веке у них стали заменяться железными, добытыми торговлей и грабежом у соседей инородцев или у русских. Судя по казачьим донесениям, чукчи в начале XVIII века со своего полуострова стали продвигаться к низовьям Колымы, рекам Анюй и Анадырь, вытесняя из этого района юкагиров и составив реальную конкуренцию русской власти. Стремясь в Америку и Японию, русские не могли оставить у себя в тылу непокоренные земли. Однако походы на Дальний Восток заканчивались полнейшим фиаско, несмотря на всю жестокость и превосходство в военно-техническом оснащении. Русские действовали исключительно методом подавления и устрашения. Отказ от принятия русского подданства неизбежно ввел к физическому уничтожению мужчин, пленению женщин и детей. Очень часто Чукчи, оказавшись в безвыходном положении, целыми семьями кончали жизнь самоубийством, не желая подчиняться посланцам белого царя. Наиболее откровенную тактику войны продемонстрировал казачий сотник Шипицын, исполнявший обязанности командира Анадырского острога. Летом 1740 года он с отрядом в 80 казаков отправился для сбора ясака с речных Чукчей. В урочище Чикаева русский отряд встретился с крупными силами Чукчей. Не рискуя вступить с ними в открытый бой, Шипицын заманил в свой лагерь под предлогом мирных переговоров 12 чукотских тайенов, командиров, и перерезал их. После такого вероломства русские атаковали Чукчей, которые, увидев гибель своих старшин, в панике разбежались. Эта военная хитрость Шипицына на долгие годы подорвала веру Чукчей в мирные намерения русских. Любопытно заметить, что правительство не применяло никаких санкций к нарушителям своей миролюбивой политики. Постанавлялось на онных немирных чукчи военную оружейную рукою наступить и скоренить вовсе, а которые из них пойдут в подданство, он их, также жен их и детей взять в плен и из их жилищ вывезть и впредь для безопасности распределить в якутском ведомстве по разным острогам и местам между живущих верноподданных. С 1744 по 1555 годы солдаты, казаки, ясачи, юкагары и коряки совершили десятки походов на Чукотский полуостров, но все они провалились. Сами чукчи избрали тактику партизанской войны, избегая столкновений с крупными русскими отрядами. В итоге к середине 1750-х годов стала очевидной бесперспективность затянувшейся войны. Империя избрала путь к умиротворению непокорных чукчей. Местные власти доносили в Москву, что надлежит отныне с теми чукотскими и прочих разных и многих родов иноверцами-бунтовщиками при склонении онных в российское подданство к платежам ясаков не столько военную и оружейную рукою поступать, сколько ласою, благодеянием и добрым с ними обхождением. Сенат согласился с закрытием анадрской администрации, признав, что она бесполезна и народу тягостна. Тем самым вся предшествующая русская политика на Чукотке признавалась бессмысленной. Это не только свидетельствовало о прекращении боевых действий против чукчей, но и означало фактическое поражение России. Мощная в военном отношении держава не смогла сломить сопротивление маленького дикого народа. Отрицание военных методов не означало, однако, полного отказа российского правительства от подчинения Чукотке. Но цели уже пытались достигнуть исключительно мирным путем. В марте 1778 года, благодаря стараниям командира Гижигинской крепости капитана Тимофея Шмалева и сибирского дворянина, крещенного Чукчи Николая Давуркина, с главным чукотским тайеном Амулятом Хиргинтовым был заключен договор о принятии чукчами русского подданства. Договор этот, однако, фактически не имел никакой силы. Даже в середине XIX века, в своде законов Российской империи, чукчи относились к народам не вполне покоренным, которые платят и осак количеством и качеством, какой сами пожелают. Известный этнограф и северовед Владимир Богорас, наблюдавший жизнь приморских чукчей в конце XIX века, отмечал, что они находятся вне всякой сферы русского влияния. В русском народном творчестве образ чукчей высмеивался. Этой народности предавался уничижительный характер. Чукчи приписываются черты неотесанного, примитивного, обделенного интеллектом человека. Что интересно, подобное отношение русских прослеживается и к другим народам, не желающим становиться частью империи и беспрекословно выполнять предписания власть имущих, но гораздо показательнее и колоритнее образ русского в чукотских сказаниях. В них высмеивается алчность русских, их необъяснимое стремление овладеть как можно большим количеством пушнины. Большое внимание уделяется их торгашескому поведению, готовностью поменять на шкуру песца все, что угодно. При этом часто русские изымали пушнину, не оставляя ничего взамен. Они приходили в ярость, когда чукчи отказывались от такого неравноценного обмена. Жестокость русских занимает особое место, вплоть до того, что им приписываются элементы геноцида, то есть полного истребления чукчей. А наиболее характерной внешней особенностью русских в чукотской мифологии являются глаза. Это глаза замороженные, холодные. Новый генсек Риута аккурат после встречи с Зеленским в Лондоне торжественно объявила о начале учений стойкой полки по ядерному сдерживанию с применением всего стратегического арсенала вооружений, в том числе тактического ядерного оружия. Что действительно при этом должно беспокоить нашу страну? Так это информация, которую озвучили на страницах британского «Таймс». Издание со ссылкой на источники в британском правительстве утверждает, что Лондон на полном серьезе обсуждает возможность отправки своих военных на Украину.